Всем привет, меня зовут Артур, это канал Хардзена. Иногда мои зрители задают вопрос, Артур, а почему ты копируешь свои фигурки из жидкого литьевого пластика, а не просто печатаешь на 3D принтере из фотополимерной смолы? Ведь зачем столько заморочек с этими силиконовыми формами, заливками, вакуумными камерами и так далее? Ну так давайте разбираться. На самом деле ответ здесь простой. Жидкий пластик просто выгоднее. Тиражировать из жидкого пластика намного выгоднее, чем печатать на фотополимерном принтере. И да, вы правильно понимаете, я имею ввиду тиражировать, то есть несколько фигурок. Ни одна, ни две, а хотя бы штук 10. Конечно, если нужна только одна фигурка, то просто печатаем на принтере, красим ее и любуемся. Жидкий пластик выгоден по многим аспектам. Например, это его цена. В среднем цена на жидкий пластик в 2022 году стоит порядка 1000 рублей за килограмм. В то же время фотополимер стоит 1500-2000 за тот же килограмм. Если печатать 10 фигурок на фотополимерном принтере, это каждый раз нужно убирать поддержки, обрабатывать, шлифовать. Где-то нужно зашпаклевать. Это все время. В то же время отливаясь с жидкого пластика, у тебя получается практически готовая деталь. Нужно лишь отрезать пару литников и все. Вот, кстати, время это одна из главных причин, почему пластик жидкий лучше, чем фотополимерная печать. Допустим, печать вот такой фигурки высотой 12 см займет в среднем 8 часов. Округлим в среднем до 10 часов. А вот отливка из жидкого пластика готова уже в среднем за 1 час. А если деталь без сложной геометрии, то можно заливать в открытую форму и использовать быстрый пластик. Тогда на одну деталь в среднем уйдет 15 минут. Вот и сравнивайте. 10 часов или 15 минут. Также немаловажный факт, фотополимерная смола очень ломкая. Она раскалывается от любого столкновения. Достаточно вот эту фигурку уронить с метра высоты и она просто разломится пополам. Жидкий пластик намного крепче. И также уронив с метра вот именно эту фигурку, ничего и не будет. Конечно, если там какие-то тонкие детали, то она тоже может расколоться. Но в целом жидкий пластик намного крепче, чем фотополимерная смола. Еще интересное замечание. Если жидкий пластик уже после затвердевания нагреть, допустим, строительным феном, то он изгибается. Да, он не плавится, но он гнется и после остывания запоминает форму. В то же время фотополимерная смола при нагревании теряет свою целостность и крошится. Я думаю, вы примерно поняли, что я хочу сказать. Почему жидкий пластик все-таки выгоднее, чем печатать просто на принтере. Но в любом случае, это все теория и давайте проверим на практике. Есть у меня вот такая фигурка летательного аппарата из аниме-сериала Green Dizer. Я уже показывал эту фигурку в одном из прошлых видео. Ну и в общем, у меня такая задача изготовить таких вот фигурок целых 50 штук. И вот как вы думаете, что будет быстрее, легче напечатать на принтере 50 штук? Или все-таки отлететь с жидкого пластика? Допустим, я решился все-таки печатать на фотополимерном принтере. И давайте заложим в эту фигурку 10 часов на одну штуку. Итого 50 штук на 10 часов, это 500 часов. И допустим, я буду работать 12 часов в день. Итого мне потребуется чуть больше месяца на печать этих фигурок. Плюс еще отработка. То можно смело увеличивать до двух месяцев изготовления 50 таких фигурок. Лично мне кажется, это слишком долго. Ну и тогда давайте попробуем посчитать, сколько это займет времени из жидкого пластика. Хотя, знаете, я не буду считать ничего. Я просто это сделаю. Потому что нереально нужно сделать таких 50 штук. Для изготовления из жидкого пластика я сделал две силиконовые формы. Так как одна форма все-таки не справится с 50 копиями. Она засохнет где-то уже на 30 копии. Поэтому сделано две. Вот так форма выглядит внутри. Это корпус фигурки. Также есть форма для окрыльев и головы. Вот такая. Их тоже две. Использовать я буду мой любимый пластик Косполу One. С временем и отверждением 5-6 минут. То есть после смешивания двух компонентов у меня есть 5 минут, чтобы залить этот пластик в форму. Учитывая нынешние цены на материалы, а именно на жидкий пластик, Коспол One один из бюджетных вариантов, который можно приобрести на сайте kospol.ru. Заходите в каталог товаров, выбираете пластик, который вам нужен. В моем случае это Коспол One. Там можно выбрать время жизни. В моем случае 5-6 минут. А также самое главное, в корзине на сайте можно ввести промокод HARDZEN. Который дает скидку целых 10%. Что еще больше уменьшает цену и так недорогого и хорошего пластика. Ну а теперь давайте заливать пластик. Так как я давно не монтировал видео, кадры со смешиванием и заливкой жидкого пластика я потерял. Поэтому сразу показываю, как достают затвердевшие изделия. Ну как затвердевшие, они еще мягкие как резина, но спустя сутки наберут полную прочность. Ну а чтобы узнать больше про литье жидкого пластика, можно глянуть мои другие видео. А так ничего сложного. Это пластик Коспол One смешивается одинаковым количеством компонентов и заливается в форму. Чтобы пластик проник во все уголки формы, использую кратковременный вакуум. Ну и для исключения мелких пузырей, а также прочности, накачивают давление в камеру, где находится силиконовая форма с пластиком. И спустя какое-то время получаются вот такие изделия. А через несколько дней получаем весь тираж. Выглядит масштабно. Но на самом деле это еще полбеды, ведь это все нужно покрасить. Вообще я записываю это видео уже после того, как отлил все 50 экземпляров этой фигурки. Даже 52 экземпляра. И потратил я на это 3 полных дня. И четвертый день я там уже отливал последние недостающие штуки. Вы, конечно, на видео видели уже весь объем этого тиража. Но я бы хотел показать вот прямо со мной в камере. И для этого я все корпуса фигурок сложил в целый тазик. Сейчас я подниму. Вот такая вот. Знаете, у кого-то там помидоры, огурцы, а вот у меня вот такие вот помидоры. Вообще эта фигурка магнит. И с задней частью она примагничивается к любой железной поверхности. И на отливках я уже приклеил магниты. Это эпоксидка. Держится все отлично. Сейчас осталось обработать вот эти места у отливок. Здесь были литники. И в принципе это готово под покраску. Показывать покраску в этом видео я уже не буду. Но я обязательно покажу в своих софт-сетях. Вконтакте, в телеграме. Подписывайтесь, смотрите. В целом, я думаю, дал ответ людям, которые не понимали, зачем отливать из пластика, когда можно просто напечатать, казалось бы, на принтере. Но не все так просто. На этом, ребят, все. Ставьте, пишите, что думаете. Ну и всем пока. А вот и бонус всего видео. Заказ полностью выполнен. Все покрашено и уже даже отправлено заказчику. Знаете, хочу сказать, я делал и большее количество изделий. Но почему-то именно эти звездолеты были очень тяжелые. Я от них устал. А еще больше меня расстроил тот факт, что я не продумал упаковку и использовал маленькие коробки. Еще и без поролона. В итоге, гриндайзеры дошли клиенту многие со сломанными крыльями. Хоть я и вставлял в них спицы для усиления. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok